Девушки отдыхают Здравствуйте, Леон. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Леон. Вы уже заочно знакомы. Я слышал, тут пару дней назад вы эту тему обсуждали на RTVI. Да, было дело. Было. Окей, в прошлый раз, Леон, вы начинали программу, вы начинали, задавали тон, тему, а сегодня мы уступим место Юле, вот, так сказать, со вступительным словом. Не возражаете ли он? Нет, конечно. Пожалуйста, Юля. Я подготовилась. Мы обсуждали с Сережей, да, пару дней назад, что я готова сегодня прийти и поговорить. Может быть, будет один какой-нибудь слушатель, до которого я достучусь. Я готова адресовать, что вот вы, иммиграционные адвокаты, это делаете, потому что иначе вы там бизнес теряете. Об этом мы тоже, конечно, поговорим, потому что никакой бизнес мы не теряем. Люди на южной границе, это совсем не наши клиенты, и никакого бенефита или выгоды от этого мы не имеем. И, конечно же, говорить я буду в ракурсе конкретно то, что неделю назад вышли отчеты, вышла информация о том, как содержатся дети в этих, как называют это люди, конкурсмены, концентрационные лагеря. Конечно же, было тут же то, что называется Unleashed, громадное. Даже все еврейские общины, организации разделились действительно 50 на 50, кто за, кто против. Было ли действительно со стороны Александры Кортес, Аказия Кортес, было ли с ее стороны именно попытка сравнивать с нацистскими лагерями смерти или же нет. Речь сейчас не об этом. Я более конкретно хотела высказать, опять-таки, позицию, которая действительно в нашей общине, это настолько распространено. Может быть, те, кто слушает это на этом радио, этого не слышат. Но условия, в которых содержатся дети, которых сюда привезли, принесли, или это те же самые 15-16-летние девушки, матери с младенцами, врачи, которые посетили, и адвокаты, которые посетили, не могут сделать фотографии. Однако они вынесли свое заключение, что эти лагеря, вернее, эти детеншин-центры, они действительно напоминают, или их можно назвать, это называется торча, то есть определенное помещение для пыток, когда детям не дают воду, diapers, toothbrushes, то есть зубные щетки, не дают мыла, не дают одежду, не дают помыться, заставляют их спать на этом асфальтовом полу. Есть только одно, вот это вот такое специальное одеяльце из какой-то химического материала, ты либо на нем спишь, либо им укрываешься. Свет никогда не выключается, то есть дети спят под постоянным 24 часа в сутки светом, и, конечно же, прежде всего, их продолжают разделять с их родителями. Моя позиция такая, конечно же, это концентрационные лагеря. Я понимаю, предвижу риторику, ну что же это за концентрационные лагеря, в которые эти мигранты так очень сильно хотят попасть, но это дети, которые не переходят границу сами, намеренно зная, что они делают, и даже если это делают родители, это не означает, что наша страна имеет право творить бесчинство. По-английски это звучит atrocity, по-английски и по-русски это, ну, в переводе, грубо говоря, бесчинство наравне с такими же human rights violations, о которых мы же, наша же страна всегда пытается защитить других людей. В прошлом году Бен Ферренс, это последний живой прокурор процесса над нацистами в Нюрнберге, заявил по-английски, он сказал это таким образом, что разделение детей от их родителей во имя исполнения иммиграционного законодательства это преступление против человечности, поэтому мне ближе все-таки опираться на мнение юристов, адвокатов, судей, и вот это мнение, которое прозвучало, это человек, который не просто так знает о преступлениях против человечности, потому что человек, который еще будучи в Соединенных Штатах в армию, он вошел в эти лагеря и сам это увидел, после этого он уже будучи, кстати, он закончил Гарвард на минуточку, и... Неудивительно. Да-да-да, будучи румынским евреем, да, в младенство привезли, человеку сейчас, по-моему, 100 лет. Я также хочу адресовать постоянное, то есть с чего начался, Сережа, разговор, это вот нелегальные иммигранты. И теперь, как юрист, я хочу объяснить следующую вещь, именно как иммиграционный адвокат. Само понятие... Я извиню, полсекунды, я извиняюсь, я влезу. Дело в том, что уже пять минут, как вы говорите, вы знаете это, да? Почти закончила. Смотрите, нелегальная иммиграция действительно существует. Однако, что такое убежище? Попросить в Америке убежище, попав сюда легально, невозможно. Просить убежище – это легальная процедура, прописанная в нашем законе согласно обязательству по международному праву, которое мы обязаны исполнять согласно нашей Конституции. Закон об убежище, просить убежище в стране любому человеку – это абсолютно легально. Если человек пришел сюда без визы, то есть без разрешения или пароля, что он подошел к границе и попросил, сказал, я хочу убежище, что он прошел границу и потом он подает на убежище заявление, что человек получил визу в какой-то стране, где он должен был наврать, для чего он это получает, да, потому что иначе никто бы ему не дал эту визу и приехал сюда, как многие думают, легально же приезжают люди по визам, а потом просят убежище. Это точно такой же нелегальный переход границы. Нет другого механизма, поэтому просить убежище – это легально, и прийти в нашу страну без разрешения и просить убежище – это легально. Эти люди, которые просят убежище, они не могут называться нелегальными иммигрантами. Вот поэтому речь и идет о том, что из самого начала администрация Трампа банально врет, да, то, что существуют все равно нелегальные иммигранты, безусловно, которые переходят и не просят убежище, и не делают ничего. Это другой разговор. Леон, я хочу адресовать только два момента. В прошлый раз, когда мы с вами говорили буквально два дня назад, вы опять упомянули якобы существующие международные, какое-то понятие в международном законе о том, что человек, проходящий через транзитную страну, обязан просить там убежище, и если он того не делает, то он автоматически становится экономическим иммигрантом. Простите ли он, это неправда. Я немножечко, конечно, чуть-чуть напряглась, когда это услышала от вас уже не один раз, и, конечно, я пошла и посмотрела, вот у меня здесь есть в руках эти документы, да. Значит, нет такого закона в законе Соединенных Штатов. Это в первую очередь. Я надеюсь, что мы сейчас с вами об этом еще поговорим. Я хочу закончить только на одной ноте, прежде чем мы будем. Даже если кто-то и пришел сюда нелегально, даже если этих детей сюда принесли, когда им говорят, не идите, не ходите, там будут страшные вещи, наши власти, охранники в этих тюрьмах, никто не дает им право издеваться над детьми, какие бы они ни были. Энн Франк, любой человек, который выжил ребенком Холокост, вам на сегодняшний день скажет, что не имеет значения, по какому признаку этих детей преследуют в своей стране, или почему они здесь, и они подвергнуты, они не должны страдать, и наша страна совершает преступления, сейчас наши власти совершают преступления, тем, как они относятся к этим мигрантам, мигрантам, как хочешь их называть. Все, схватит. Давайте попробуем, дадим все-таки Леону возможность ответить. Прозвучала довольно пламенная речь, как обычно. Давайте скажем о том, где я согласен с вами. Очень плохо бить детей, очень плохо не давать детям спать, очень плохо не давать детям чистить зубы, и очень плохо, ну скажем, издеваться над ними и не гасить свет ночью. Мы с вами совершенно согласны с этим. Это очень плохо. Теперь согласившись с этим, точно так же, как почему-то демократическая партия, когда кто-то из этой партии высказывает совершенно антисемитские, гнусные, извиняюсь, твари, высказывают антисемитские всякие идеи, то демократическая партия на это отвечает, ну, нельзя вообще плохо, не надо говорить ни о ком. Вот мне все это напоминает сейчас этот разговор. Нельзя плохо говорить ни о ком. Теперь давайте по сути. У меня к вам два вопроса, Юля. Очень коротких, и после этого я продолжу. Скажите, пожалуйста, вот я американский гражданин, например, да, у меня там есть жена и двое детей. Я что-то украл, и меня за это сажают в тюрьму. А остается мама с двумя детьми. Это можно делать? Это уголовное... Да или нет? Это уголовное... Можно ли отца посадить в тюрьму за то, что он украл, если у него есть двое детей? Можно, конечно, можно. Теперь второй вопрос. А если мать-одиночка, и она проститутка? Я лично против этого ничего не имею, но почему-то закон говорит, этого делать нельзя. Вот ее берут, арестовывают и там сажают в кутузок на 90-е дни или на 120-е, наверное, сколько. А ребенок один остается дома. Ее можно разделять? Ребенка забирает какая-то служба, куда-то сажает, кому-то отдает и тому подобное. Это мы сейчас проследим потом. Ну вот, можно это делать или нет? Если... 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 Если больше некому... Мама решила предпринять предпринять закона, ее забрали, посадили, а остался один ребенок. Конечно. Можно ее разделять с ребенком? Конечно, потому что больше за детьми некому смотреть. Потому что за детьми некому больше смотреть. Я не пытаюсь институтацию сейчас написать. Я просто хочу, чтобы вы согласились с тем, что в каких-то случаях не бесчеловечно разделять детей и их родителей. И этот случай называется такой. Значит, родители совершили с точки зрения закона преступления. Вот с моей точки зрения, например, преступление, не преступление, но есть закон. С вашей точки зрения перейти границу, это не преступление. Абсолютно верно. Мы хотим... Юля, подождите. Вы на 9 минут говорили. Я молчал, как рыба об лед. Теперь давайте я поговорю. Хорошо? Значит, вот давайте разберемся в вашей логике. Она безумно интересная. Значит, логика такая. Любой человек на земном шаре может подойти к нашей границе, постучать в нее. Постучать в нее невозможно, потому что нет границы. Перейти ее незагодно. Хотя Америка говорит, мы запрещаем вам переходить нашу границу. У нас есть вот дом, в котором мы хотим жить сами и разбираться, кто к нам приходит. Но вы пришли, прямо сходу пошли к полицию и сказали, меня преследует дом, а я хочу у вас остаться. Вот моих трое детей. Значит, наш закон сегодняшний говорит о том, что любого такого человека надо, если у него есть дети, через 20 дней отпустить. Потому что детей больше 20 дней, правильно, да, нельзя держать в заключении. Второе. Закон говорит, нельзя этих детей, что ли, отравления отнимать. А почему тогда все и Обама, и Буш, и прочее. Ну хорошо, допустим, когда они это делали, Обама клетки строил, кстати, а не Трамп. Вот, клетки построены не просто потому, что они хотели в клетки детей посолить, а потому что, когда детей вместе запирали, вот, то там и никто не видел, что происходит. То там они насиловали мальчик и девочек, избивали маленьких, отнимали у них еду и тому подобное. И тогда, так сказать, это обамовские люди. О чем мы все знаем, это его шеф, значит, который занимался вот этим, рассказывал, как все это происходило. И тогда они пришли к выводу, что они будут делать такие стены, через которые видно, что там происходит. После этого, но они напоминают клетку, и поэтому их наставили называть клетки. Есть фотографии еще времен обамовских вот этих самых клеток построены. Теперь, значит, любой человек на земном шаре, 300 миллионов человек, приходит к нашей границе. И говорит, я хочу у вас сейчас за твой взгляд. И вот у мои дети. Нельзя проверять, по вашей логике, это его дети или нет. Нельзя их разделять. Значит, потому что детей надо спрашивать так, чтобы родители не были рядом. И спрашивают родители отдельные вопросы. И в каком-то определенном количестве случаев мы знаем, что эти дети, это просто взятые на время у мафии, у картелей. Дети, значит, ну, хорошо, это частный случай. Давайте говорить конкретно о тех людях, которые действительно приехали со своими детьми. Вы знаете, поверить в то, что 3,6 миллиона человек пришло к нашей границе, а это вот, если вы умножите 300 тысяч прошлого месяца на 12 с помощью калькулятора или без, то получится 3,6 миллиона человек. Они подошли к нашей границе. Дальше, если мы их будем пускать и делать то, что вы предлагаете, их в следующем году будет 7,2 миллиона. А потом будет 28. Значит, вчера мы слышали, что представители вашей партии, я так понимаю, что вы демократ, потому что вы очень милый и хороший человек, и у вас болит сердце. С моей точки зрения нет ума, не у вас, а у демократов. Но это другое дело. Вы человек умный, вы человек, занимающийся юридической деятельностью, вы не можете не быть умным. Да, и вы, похоже, хороший юрист, раз вы, так сказать, вас приглашают на радио, разговаривают сюда и там на телевидение, на артиле. Значит, вот люди вчера говорили такие вещи. Давайте откроем, значит, любой человек, который подходит к границе, имеет право к нам зайти. Не смейте разделять родителей и детей. Не смейте держать их больше, чем 20 дней по закону. Значит, их надо что сделать через 20 дней? Сказать им, господа, проходите, значит, вот вам деньги, мы вам вылечили зубы за эти 20 дней, мы, так сказать, дали вам одеяло, мы дали вам зубную щетку, о которой, так сказать, вы говорите, что не дают. Дают зубную щетку и улечат зубы, и лечат болезни. Я вам могу это доказать огромным количеством фактов. Значит, после этого, через 20 дней, вот вам билеты. Куда вы поедете? А я люблю, хочу в Миннеаполис поехать. Окей. Вот вам билеты на автобус в Миннеаполис, вот вам деньги на первые, там, две недели месяц существования. Пожалуйста, приходите обратно сюда. Через один год, 14 дней, 7 часов, в 11-15 утра, в среду. Значит, сколько процентов, как вы думаете, из них возвращается? И вот когда они не возвращаются, или они вернулись, и судья сказал, что я не разрешаю вам остаться, то же все налгали от начала до конца, да? Или не доказали ничего. И вот такие люди, как вы, не смогли тоже его просунуть, значит, потому что вы, естественно, умнее, чем, значит, умнее, имею в виду, знаете, законы лучше, может, они умнее, я не знаю. Значит, если вам не удалось его просунуть все-таки, то ему выдали бумагу о том, что он должен отсюда отваливать. После этого он растворяется, растворяется у нас в стране. И после этого вот такие, опять же, люди, как вы не даете его вывозить отсюда, хотя суд приказал сделать это. Это, знаете, если мы считаем, что у нас плохие законы, давайте их менять. То, что, кстати, и Трамп, и я, и многие другие все время говорят, давайте, можно говорить, нормальные законы создадим. Если мы считаем, что любой человек может сюда приехать на границу и делать вообще все, что угодно, оставаться здесь, пожалуйста, сколько угодно. Если вы считаете, что надо построить стену, чтобы они не могли вот так пробираться к нам и говорить 300 миллионов человек через 10 лет, и не говорите мне только, что это невозможно, хорошо? Много людей говорили, что невозможно, что Советский Кюз развалится. Много людей говорили, что невозможно, что в Америке социалисты будут стоять в одной из партий и говорить гордо «я социалист», потом добавлять «двуградический». Да я бы угодно, ты социалист, ты сукин сын. Ты хочешь отнять его одному человеку и отдать кому-то другому по твоему желанию. Значит, ты просто подонок и гнусная тварь. С моей точки зрения, может быть, с вашей нет. И вот партия, которая превратилась в антиземитскую, партия, которая превратилась в партию бандитов, которая все, что предлагает, это давайте одними у одних и передадим другим, не хочет вообще заботиться о 60 тысячах бездомных у нас в Калифорнии. В Калифорнии 60 тысяч бездомных. Они деньги собирают на то, чтобы обеспечивать хорошую жизнь пришедшим сюда этим самым нелегалам. Вы говорите, нельзя их называть нелегалами. А как еще называть? Они нелегально сидят у нас на территории. Теперь они все вчера подняли руки, когда их спросили, а если вы будете президентом, нелегалы, их сейчас 15 миллионов, 18, стали 30 через год. Они будут получать у нас бесплатную медицину за счет американского налогоплательщика. 100% людей на сцене вчера подняли руки. А на вопрос, а что будем делать с частной медициной? Два человека, да? Это один человек такой слегка полусумасшедший, с растрепанными волосами и с безумными глазами. Берни Сандерс. И второй наша Камала Харрис. Извиняюсь, не хочу говорить то слово, потому что я считаю, что она как раз хороший человек. А закон, правда, говорит, что таких людей надо сажать. Так вот, она тоже подняла руку, сказав, что да, при мне, Калберни и она, мы вообще отменим частную медицину. Отменим ее нахрен вообще. Вы понимаете, что будет в Америке, если один из этих сумасшедших людей придет к власти. И еще, не дай бог, с ним его Конгресс и его Сенат. Это конец, абсолютное превращение страны, в которой вам хорошо жить и мне хорошо жить, в страну, которая называется советские социалистические штаты Америки. На этом я заканчиваю. Я пройдусь максимально по всем пунктам. Наверное, про политику и про выборы не буду говорить, потому что я даже не смотрела. У меня нет времени все смотреть, телевизор не смотрел. Но почему? Обязательно смотрите, это лидеры вашей партии, которые призывают впустить сюда всех, кто хочет войти. Они имеют право находиться здесь, но одновременно они будут, так сказать, давать им хорошие работы, потому что Берни Сандерс предложил, и они все поддержали. Леон, смотрите, в моем мире... Нет, это все связано. Это все связано. Связано разрешение впускать кого угодно сюда. Значит, когда приезжали люди, евреи приезжали в начале, скажем, 20 века, то они приезжали сюда не потому, что им давали бесплатно что-то, а потому что это была потрясающая возможность построить свою жизнь заново. И тогда ехали настоящие люди. А то, что сейчас идет, они идут, потому что там плохо, а здесь хорошо. Почему мы должны всех обеспечивать? Окей, я отвечу. Почему надо у моей дочери, которая тяжело работает медсестрой, забирать половину ее зарплаты для того, чтобы кто-то из Гватемалы, который не работает там, может быть, ему условий нет, но что делать? Я не могу помогать в Индонезии детям. Понимаете, я готов помогать. Я помогаю, чем могу. Я свои там 10% зарплаты, которые я зарабатываю, я кому-то отдаю на какие-то благие цели. Но заставить меня наплевать на моих детей, наплевать на моих сограждан, ради того, чтобы тратить деньги на каких-то людей, которые решили, что они хотят. Ну, Леон, давайте я уже отвечу. Да. Незаконно вы меня не заставите. По пунктам. Переход границы, когда человек это делает первый раз, вне зависимости, просит он убежище или нет, не является уголовным преступлением. Разделять родителей... То есть можно переходить границу в любом месте, когда угодно, любого государства? Еще раз, еще раз. Это административное нарушение, но это не уголовное нарушение, за которое можно судить. Да, предусматривается уголовное наказание, но доказать это практически невозможно. И разделять, и наказывать за это детей нельзя. Люди, которые это делают второй раз, это уже преступление. Такие дети, они же сами идут. Но самое главное, еще раз... ...вот искать новую жизнь и бесплатное образование, которое... Еще раз. ...обещает. И вернуть полтора, один и два десятых триллиона долларов всем студентам, которые... Бред полный. Леон, и в моем мире... Подождите, ну я вас выслушала. Дебаты, почитайте газеты. Вы на неправильной стороне. Вы на стороне социализма. Это самое гнусное, что может сейчас происходить с Америкой. А вы пытаетесь мне рассказать, что это хорошо. Давайте про иммиграцию, не про социализм. Это страна, в которую мы все мечтали попасть. Ее пытаются утопить. Затопить ее миллионами иммигрантов, для того, чтобы не осталось ничего от той великой страны Америка, в которую мы все... Которая создавалась с помощью иммигрантов. Америка это страна иммигрантов. Самые первые... Законных иммигрантов. Да, о чем вы говорите? Пилигримы-то были самые нелегальные иммигранты. Мы все здесь иммигрантов. Никто вплавь не добирался до берегов Америки. Ехали... Леон, можно я отвечу? ...с той страны или здесь ехали в другие места. Это был большой концентрационный лагерь. Вранье это все наглое. Прокурсионный лагерь. Это я. Я поражен, что вы это защищаете. Просто поражен. Потому что для меня концлагерь, это там, где людей в печи загоняют. Это там, где людей под ружьем, если ты влево-вправо, стреляют один шаг. Это там, где с собаками травят. Вы не понимаете, что вы говорите. Юля, вы, наверное, молодая слишком. Я настолько возмущен. Спасибо. Я обычно не кричу так, как я кричу сейчас. Вы можете кричать. Просто вы меня, извините, бога ради, вы меня довели до того состояния, при котором у меня все трясется. Потрясите. Вы назвали концентрационным концлагерьем. Да. Кронштадт, что существует на границе США. Юля, вы сошли в зон. Очень хорошо. Леон, концентрационные лагеря не были созданы нацистами. Нацисты это не придумали. Давайте хотя бы этого не давайте. Это существовало еще задолго до этого. Концентрационные лагеря существовали еще на территории Соединенных Штатов, начиная с 1860 года, когда туда отправляли индейцев. Юля, когда вы говорите, что в 1923 году, еще даже при Ленине, это уже концентрационный лагерь. Потом в гулаге. Госпожа Указио-Кортес, падла кривая, не смела открыть ее рот, ее привезли сюда в Америку, накормили, напоили, дали образование, а она теперь говорит, что наши порядки это концлагеря. Пусть поедет обратно к себе в Сомали и посмотрит, как там люди живут. Указио-Кортес родилась в Соединенных Штатах. Окей, меня тоже можно тогда сказать, что меня тоже... Извиняюсь, я перепутал Сомару, вы совершенно правы. Вы знаете, я абсолютно разделяю, я не разделяю Аказио-Кортес, мне вообще все, что она делает, но в данном случае абсолютно с ней согласна. Только не кидайте в меня лагерь, что меня сюда привезли, накормили, дали мне образование. Сама себя кормила, 17 лет, сама себя давала образование. Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, что Америка сейчас делает концлагеря для детей, для меня вы, честно говоря, перестали в этот момент быть, ну, скажем, человеком, с которым я должен как-то разговаривать по-джентльменски. Вы знаете почему? Вы можете покрывать меня матом, вы знаете, настолько меня абсолютно это все не трогает. Леон, это утверждение основано, позвольте мне сказать. Вы просто потеряли мое всяческое уважение. От того, что вы будете это говорить, вы все равно не слышите меня. Я два раза с вами уже общался, и как бы мы общались нормально. Кто-то больше знает, кто-то меньше, вы сказали какую-то вещь, я вам поверил. Да, сейчас вы говорите что-то, что вызывает у меня просто приступ, бешенство. Матом я обычно не разговариваю ни с девушками, ни с кем-то, компанией могу анекдот рассказать. Леон, а давайте я вам скажу вот что. Я просто говорю, что вы всяческое мое уважение сейчас потеряли. Окей, хорошо. Нет, это нехорошо, это очень плохо. Я очень расстроен по этому поводу. Вот вы Леон, например, не знаете, а Сережа как раз знает, чем я занимаюсь помимо своей основной работы. Это непосредственно как и волонтеры, как юристы я помогаю здесь уже много-много лет. Напрямую связано с нашими Holocaust survivors. Я разговариваю с этими людьми, с нашими ветеранами Второй мировой войны. Это освободители, это люди, которые сами тоже пережили холокост и прошли. И вот их мнение разделено вместе со мной. Ведь не имеет значения, что, как назвать этот лагерь. Это имеет очень большое значение. Я вас выслушала. Те дети, тому, чему они подвергаются нашими действиями нашей администрации сейчас, это не бесчеловечные условия, так или иначе. Это сказали врачи. Это сказал доктор, который руководит Американской ассоциацией педиатров. Это говорят врачи, это говорят юристы, это говорят рэбэй, это говорят, простите меня, нюрнбергский прокурор Леон. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что они все врут. Ну пусть они, это ваше мнение, понимаете. Это ваше мнение. Это наше мнение. От того, что мы называем... От того, что мы называем это концентрационным лагерем, и условия, в которых содержатся сейчас эти дети и младенцы, схожи. Дайте мне это сказать. Никто их не пытает там. Это не означает... Да никто их не стреляет. Концентрационные лагеря... Вы не понимаете, о чем мы говорим? Только не делайте вид, что вы не понимаете. Нет, я хорошо понимаю. Я историю знаю. Они тоже считают, что это концентрационные лагеря, они там бывали. Что вы говорите такое? Я сейчас скажу, что 286 человек, которых я знаю, говорили по-другому. Что за глупости? Ладно. Еще раз. От того, что... Прямо уничтожение идет народа там. Вот какого народа, непонятно. Филипинского народа. Велитвуевского народа. Давайте так, Леон. Уничтожать обликанцы. А, они плохие. Леон, Юлина. Американские семьи можно разделять. Но я думаю, что давно, Сережа, нужно тебе уже уйти на пьерри. Абсолютно. Давайте мы немножко, чтобы успокоиться, взять дыха, перевести дух, вернемся после рекламной паузы. Продолжаем нашу программу. Леон, Юля просит три минуты, чтобы ответить. Ну, а я вообще хотел бы предоставить слово нашим радиослушателям, если честно. Давайте. Вы говорили про Обаму. Монологи Юлии. Нет, я отвечаю на ваши реплики. Я отвечаю на вашу реплику. Я сказал, что то, что происходит у нас на границе, это концлагеря. Я, честно говоря, уже наслушался. Так что, давай послушаем зрителей, слушателей. Давайте приемлемо звонки. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня вопрос к Юле. Я, Юля, слышала, что вы украинцам помогали получать грин-карты. Я помогаю людям получать любой миграционный статус, абсолютно вне зависимости от их национальности. Да, и, наверное, убежище тоже. У меня очень много. И вот скажите, пожалуйста, вы же знаете, как адвокат миграционный, те люди, которые перешли нелегально границу, потому что я знаю, что украинцы, я украинка, что украинцы тоже это делали. Они никогда не получат грин-карты. Это вы прекрасно знаете. Во-вторых, вы тоже прекрасно знаете, сколько надо документов, чтобы доказать, чтобы получить здесь статус беженства. Я сейчас ответил. Это во-вторых. В-третьих, вот меня интересует тоже такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, тем людям, я знаю украинских семей, которых депортировали, которых пришли в дом, эмиграционная служба, ночью, у которых были дети, но они получили перед тем депортацию и не уехали вовремя. И их с этим скандалом забрали. Дети были рождены здесь, и разница была просто между старшей дочерью и младшими, которые только имели по два годика, оставили со старшей дочерью, потому что она вышла замуж за гражданина и получила грин-карты. А родители депортировали. А теперь скажите мне, пожалуйста, какая разница между нами, между украинцами, русскими, белорусами и вообще поляками, которые не могут вот так получить бумаги, и которых тоже выселяют. И какая разница между мексиканцами или вот этими, которые туда переходят. Валят, платят по 8 тысяч, по 10 тысяч за то, чтобы туда пройти. Откуда они эти деньги берут? Какая разница между нами и между ними? Это он пришел сюда легально. Если он получит убежище, даже если он перешел границу нелегально, его никто не будет за это наказывать. Он получит потом грин-карту. Человек, который подошел к границе, как это делается сейчас на границе, они переходятся, подходят и говорят, я прошу убежище. Это абсолютно то же самое. Человек, который приехал сюда с Украины по визе, которую получил какими-нибудь подложными бумагами, обманами, заверениями и так далее, приехал сюда, пошел, взял адвоката и просит убежище и получает, ему этот обман, то есть незаконный переход границы тоже будет прощаться. Нет разницы. Разница только вот в чем. Разница между тем, какие основания у вас для убежища, скажем, кого-то из Украины, это всегда каждый отдельный случай, и какие основания у этих детей, у этих людей, которые идут из Батемалы, от чего, кто их преследует, почему их преследует. Вот единственная разница. Одно я вам, кстати, могу сказать из практики, что, конечно же, опять-таки, люди с Южной Америки, из Мексики, это не мой контингент. К сожалению, у меня больше, у меня просто не получается, да, но я видела, но я хожу на их собеседования. Их утверждения всегда правдивые. А вот то, чем, на чем, простите, мне приходится заниматься, это когда люди приезжают с Украины, Беларуси, то есть, то из бывшего Советского Союза, и они уже подали эти заявления на убежище. 9 из 10 консультаций, которых я провожу, это ложные заявления на убежище. К сожалению, к сожалению, хотя можно было бы давать правдивое. Стоп, стоп, стоп. Можно я скажу два слова, в чем разница? А потом вы рассуете. Разница в том, что вот это латинское население, электорат, составляет почти 14%. Этот электорат растет. В этом разница между теми, кто приезжает из Восточной Европы, и теми, кто идет через эту границу. Кстати, там идут не только латинос, там идут и из Африки, откуда угодно. Из Ближнего Востока. Из Ближнего Востока. Из Украины. Из Израиля. У меня были клиенты, я знаю людей, которые израильтяне. Евреи незаконно перешли через Мексику границу. У меня есть клиенты, которые нелегальные иммигранты, которые пережили холокост из Украины. Я сейчас защищала интересы такого человека, которому сказали бенефитов. Не все могли приехать сюда по проправке Лаутенберга, как беженцы. А есть еще кое-что, а все ли приезжали сюда честно. Окей. Значит, еще раз. Принципиальная разница заключается в том, что электорат, который составляет 14% населения, и группа, которая составляет 0,5% населения, не представляет никакого интереса для политиков. В этом принципиальная разница между вами, между теми, кто приезжает с Украины, Белоруссии и так далее, и так далее, и теми, кто идет с южных границ. Вот в этом заключается принципиальная разница. Леон, я прав или не прав? Да, конечно. Я могу продолжить, если нет звонка? Звонки есть, почему нет? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос, точнее, два вопроса. Юлия, она вот сравнивает вот эти вот лагеря с консенсационными лагерями по условиям содержания детей. Мне хотелось бы задать ей вопрос. Там, что, как бы, вот над этими детьми ставят опыты, из них берут кровь, их не кормят, их сжигают в печах, или их не выпускают оттуда, у них всегда есть возможность. Если им так не нравится в этом лагере, если их родители считают, что там так плохо, почему они не уйдут обратно к себе домой? Это не угроза их жизни. У них всегда есть выбор. Это первый вопрос. Вот мне бы хотелось ее мнение по этому поводу услышать. И второй, она сказала, что она с пережившими Холокост людьми, это ее клиенты, которым она оказывает помощь. Мне бы вот хотелось как бы услышать от нее, она что, когда приходят люди и разговаривают с ней о своих проблемах, там, я не знаю, она оказывает юридические услуги, она что, обсуждает, в каких условиях содержит детей вот в этих вот заведениях на границе у нас здесь в Америке? Мне что-то как-то с трудом верится, что во время вот этих консультаций они высказывают ей свое мнение о том, что это в точности похоже на такие вот лагеря, которые устраивали немцы и которые были у нас в России в ГУЛАДе и так далее. Спасибо большое. Я послушаю вас по радио. Спасибо за ваш вопрос. Значит, первое, это концентрационные лагеря нацистов, уже так называемые лагеря смерти. Они не были изначально всегда только лагеря смерти. Понятие концентрационный лагерь, опять, вот, например, если мы говорим про Россию, это вообще еще было при Ленине, даже еще до Сталина, да? И те же концлагеря, предположим, тот же Дахау, который еще в 33-м году... Так или иначе, концлагеря были с разными, может быть, режимами, но неважно. От того, что кто-то сравнивает условия содержания детей в этих detention centers на южной границе с тем, как содержались дети в каких-то концентрационных лагерях, будь то в ГУЛАГе, будь то в Северной Корее сегодня, будь то где угодно, будь то в нацистских лагерях, это не умаляет память. Это не умаляет Холокост. Это умаляет. Нет, это не умаляет режим, нет. Почему, потому... Можно я тебе объясню, почему? Потому что молодые, которые не знают, что было в тех лагерях, что было в этих лагерях, и если мы сравниваем эти лагеря, которые сегодня, которые вы называете лагерями концентрационными на южной границе, с лагерями, которые существовали в нацистской Германии, то представление у этих, у современной молодежи, которые сейчас учатся в школах, в университетах, они будут говорить о том, что Холокост это ложь. Потому что ничего подобного не было. Ой, нет, ты мне не можешь этого говорить, потому что ты прекрасно знаешь, чем я занимаюсь, что касается холокост, это ты занимаешься. Потому что я это знаю, и занимаюсь не только я. Смотри, Сережа, ребенок, те, которые сейчас еще живы, которые выжили в эти лагеря или гетто в Советском Союзе, как минимум, в Восточной Европе, когда с ними это происходило, когда им нечего было кушать, когда им нечего было пить, когда забирали родителей, они не понимали, что это происходит с ними только потому, что они евреи. Слишком маленькие это дети. Не важно, почему тебя преследует твой преследователь, важно, что ты происходишь. Вы меня спросили, слушатель, который звонил, она спросила меня, откуда вы знаете, почему же там? Соединенные Штаты в лице их адвоката неделю назад в федеральном, в девятом окружном суде, апелляционном суде признала и открыто сказала, да, мы не даем зубные щетки, мы не достаем воды, они спят на этом самом, не на кроватях, они спят на асфальте, да, свет не выключается, но нам никто не сказал, что мы не можем этого делать, а заслушивает ее судья, которая ребенком была в интермитент кемпе, то есть в концентрационном кемпе для выходцев с японским, американцев с японским происхождением на западе Соединенных Штатов. Для нее это не пошло есть хорошо, да, какие слова она для этого использовала. Я ответил, давайте, давайте примем звонки еще, добрый день, пожалуйста, в эфире. А приглушите радиоприемник, там задержка у вас идет, или откуда вы звоните, может быть? Алло, 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 алло. Не, ну так не пойдет, добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею, я всегда слушаю ваше радио, звоню впервые к вам. Слушаю вас. Почему вы занимаетесь в полискорректории? Вы приглашаете такое ничтожество? Ну, давайте воздержимся от оскорблений. Ну, как вы можете вообще с таким ничтожеством, как Юля, просто разговаривать? Спасибо, извините. Вы можете возмущать. Давайте не переходить на личности Юли. Еще раз говорю, у меня с Юлей, наверное, на 180 градусов различные взгляды политические. Юля, как человек, взгляды ее, меня ее, ее убеждения меня не устраивают, но как человек, она вполне себе не ничтожество, а даже адвокат. Добрый день. Кстати, среди адвокатов есть много ничтожества. Добрый день, спасибо, что взяли мой звонок, это было нелегко. Спасибо, что дождались. Слушаем вас. А я по поводу вот этой вот дамы, которая там выступает. Просто поражает воображение, где она взяла, что это концентрационный лагерь. Она вообще представляет, что концентрационный лагерь создан был для того, чтобы людей уничтожать по этническому признаку, если мы ведем речь о евреях. А в данном случае, о каком экстремине еще она говорит? Я отвечу вам, пожалуйста. Это, по крайней мере, плевок в сторону памяти тех многомиллионных жертв. Нет, концентрационный лагерь, во-первых, лично я, когда об этом говорю, я не сравниваю концентрационные лагеря. Это сравнение. Если вы не сравниваете, зачем вы употребляете эти слова? А если вы употребляете эти слова, то создается впечатление, что вы не знаете значения этого слова. Скажите, пожалуйста, концентрационные лагеря, которые создали... ГУЛАГ, который создал Сталин, да, и, скажем так, правительство Советского Союза, в ГУЛАГ ссылались люди... Мы не говорим о правительстве Советского Союза, мы говорим о конкретной ситуации здесь, в этой стране. Но ГУЛАГ это концентрационный лагерь. Забудьте о том, что было там. Неужели? Почему вы считаете, что понятие концентрационный лагерь, это что-то такое, которое исключительно... Спасибо большое за вопрос. Юля, спасибо большое за ответ. Я хотел бы, чтобы Леон сидит у нас, хозяин программы, и мы ему слова абсолютно не даем. Я давно, честно говоря, не участвовал в такой скучной программе, но ничего. Значит, когда... Понятно, что Аказия Кортес сказала эти слова для эпатажа. Она сказала эти слова для того, чтобы у всех в мозгах возникло ощущение концлагеря. Как вот мы понимаем слово концлагерь. Я понимаю, что в толковом словаре можно найти объяснение, что концлагерь был еще в 1426 году, потому что это концентрировало людей вместе, их там за забор посадили. Но каждый человек, который говорит эти слова, особенно если он говорит, скажем, по-английски, по-русски, по-немецки и тому подобное, и на иврите, он совершенно точно знает, что возникает у людей в голове, какая мысль возникает при этих словах. И говорить мне после этого, что вообще-то при Ленине... Да, были при Ленине. А были концлагеря, в которых никого не сжигали? Да, были, наверное. Но у всех, без исключения людей нашей иудо-христианской культуры, так называемой, есть точное понимание того, что произносится, когда говорится концлагерь, и зачем это произносится тоже. Знаете, когда это говорит Аказия Кортес, она говорит, что из своих целей она хочет эпатаж, у нее там 3 миллиона последователей на Твиттере, ей нужно все время их развлекать, чем-то и прочее. Кроме того, она как бы, так сказать, сбоку припеху здесь, она никакого отношения не имеет. Вот то, что Юля, если я правильно понимаю, человек национальности еврейской, защищает это и говорит, что действительно у нас на нашей территории есть конституционные лагеря, и она прекрасно знает, какое это ощущение вызывает у всех нас, и она тоже хочет нас эпатировать. А потом говорит, а я не то имела в виду. Когда я говорю концлагеря, я имею в виду то, что имелось в виду, вот тогда-то, тогда-то. Вот. Значит, я уверен, что можно найти какие-то объяснения, почему назвать, когда концентрируют людей в одном месте и закрывают, это называется концлагерем. Юля, это не то, что вы, мы все имеем в виду. Дети, которым не дают воду. Я возмущен, я просто поражен этим. И, извините, но всяческое уважение к вам у меня потеряно. Я надеюсь, что меня услышно. Детям этим не важно, почему это с ними происходит. Наша страна должна быть гуманна. Наша страна не имеет права, даже если, как женщина сказала, они же могут уйти, эти дети не могут уже никуда уйти. Их сюда привезли. Не важно, не важно, почему они сюда попали. У меня вопрос такой. И если был разговор, тут прозвучало, немножко слово Тора, по-моему, даже прозвучало. В Торе есть минимум, по-моему, 16 упоминаний того, открой дверь для просящего, для соседа. Окей. Вот тот принцип, который... Для каких пределов мы будем открывать наши двери? Есть ли этому предел вообще или нет? Есть предел, Сережа, есть предел. Я никогда не адвокатирую то, чтобы были открыты границы. И пускать, и вообще давайте закроем иммиграционное право, оно нам не нужно. Абсолютно нет. Не потому, что мне оно нужно, чтобы я могла зарабатывать. Знаешь, зарабатывать совсем с чего? Asylum law, закон об убежище, нельзя изменить. Можно, например, ограничить, что подавать в течение трех месяцев. Юля, конечно, вы защищаете открытые границы. Но что вы говорите глупости, я извиняюсь, да? Я не защищаю открытые границы. Я извиняюсь. Значит, пришло 3 миллиона человек. Нормально? Нормально. Пришло 30 миллионов человек. И вы говорите, если все они пришли и сказали заготовленную заранее фразу, о, я хочу асайлом. Значит, их надо впустить, вы говорите. Давайте бесплатную медицину. Нет. Давайте деньги на жизнь. Обучать детей и тому подобное. А теперь представим себе, пришло 300 миллионов человек. Вы тоже говорите, конечно, они же законно пришли. Они постучали, сказали, я хочу получить у вас асайлом. Это называется открытые границы. Не иммигрышевым, конечно, не надо. Это называется открытые границы. Заняться другой политикой. Смотрите, Леон, я вас услышала. Значит, я ни в коем случае, действительно, я действительно с вами согласна. Нельзя сказать, да все, кто хотите, пожалуйста. Стоп. Мы только что это говорили в течение часа. У нас есть кризис, где определенные конкретные нации... Видите, мы назад сидим от нас и говорим, что у нас нет кризиса. Какой у нас кризис? У нас есть кризис на южной границе. Его надо решать политически. Нужно что-то делать с теми странами. Мы же в прошлой нашей беседе говорили, что нету. У нас есть кризис на южной границе, когда столько... Такое повальное скопление людей... Ну, так оно давно уже происходит. А что же вы не говорили раньше об этом? Нужно решать вопрос. Как помочь им решить вопрос о преступности? Когда кто-то сказал, что это концентрационный адрес? И вы как человек еврейской, еще раз, национальности, говорите, да, у нас в Америке концлагеря для детей из Мексики и Гватемалы. Боже ты, бог! Я сказала, что у нас в Америке, так как относятся к детям в этих детеншн-центрах, это так, как к ним относятся в концентрационных лагерях. Друзья мои, у нас, к сожалению, заканчивается время. Разговор в самом разгаре. И, похоже, эта дискуссия не кончится, при том, что... Это я не готов продолжать. Я готов на любые споры, кроме оскорблений, которые сегодня были нанесены мне, как тому человеку, у которого половина, как минимум, родственников погибло в этих самых концлагерях. У меня не половина, но тоже погибли. И я считаю, что это было прямое оскорбление мне и всем моим родственникам. Юля, извините, больше дебатировать с вами не буду. На этом мы и расстаемся. На этом и расстаемся, значит, нечего сказать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!